Потратить пару минут, чтобы сохранить жизнь. Первурайцам предлагают обследоваться на ВИЧ. Заболевание, которое может не давать о себе знать годами, врачи пока не способны победить, но в силах сдержать. Что для этого нужно, расскажем далее. Владимир не показывает лицо. С диагнозом ВИЧ он живет уже 12 лет. Рассказывает, что заразился, когда употреблял героин. О том, что болен, узнал случайно. Испытал настоящий шок. Я попал в больницу с мнемней. И там же взяли анализ на ВИЧ-инфекцию. Это было, как я помню, 9 сентября 2006 года. Теперь Владимир регулярно наблюдается и получает лечение в Первоуральском филиале областного центра по профилактике СПИДа, который находится в микрорайоне Динос. Сюда также ежедневно приходят до 5000 человек, которые хотят узнать свой ВИЧ-статус. Я прохожу диспансеризацию по возрасту. И прохожу все обследования, в том числе на ВИЧ-инфекцию. Мне нужно знать свой ВИЧ-статус, потому что я забочусь о своем здоровье. По официальным данным, в Сырловской области живут с ВИЧ-инфекцией более 65 тысяч человек. Из них около 4000 в Первоуральске. Врачи уверены, что людей с ВИЧ-инфекцией в разы больше. Многие просто не знают, что заражены. При этом сдать кровь на анализ – вопрос нескольких минут. Образец крови закладываем в центрифугу для дальнейшего хранения и исследования. СПИД – это синдром приобретенного иммунного дефицита. Он является финальной стадией ВИЧ-инфекции. По одной из версий, ВИЧ возник в Африке. Он передался от обезьяны к человеку. Первые случаи СПИДа были описаны в 80-х годах XX века в США. За 35 лет специалисты научились, если не побеждать, то сдерживать болезнь противовирусным лечением. В быту человек с ВИЧ-инфекцией не опасен, утверждают специалисты. Передается вирус только при незащищенном половом контакте. Через кровь, поэтому среди заболевших много наркоманов, а также от инфицированной матери к ребенку. Во время беременности, родов и через грудное молоко. Если человека даже ничего не беспокоит, мы рекомендуем ему провериться. Потому что в течение 8-10 лет это заболевание протекает абсолютно бессимптомно у человека. И человек физически у себя никак не может понять, определить наличие этой болезни. Это мобильный пункт обследования на ВИЧ. Здесь проводят экспресс-тестирование каждого желающего, анонимно и быстро. Узнать свой статус можно за 5 минут. Раз в месяц передвижные мини-лаборатории дежурят возле крупных торговых центров Первоуральска. ВИЧ-инфекция раньше считалась смертельным заболеванием. В настоящее время она переведена из смертельного заболевания в хроническое. То есть при регулярном наблюдении и при лечении можно длительное время сохранять ортоспособность, жизнь. Узнать ВИЧ-статус можно в филиале областного центра СПИД в Первоуральске по адресу огнеупорщиков 38. Еще один вариант – сдать кровь в мобильном пункте экспресс-тестирования. График дежурства лаборатории всегда опубликуется на официальном сайте администрации Первоуральска. Николай Свердлов, Дамир Харисов и Денис Хромцов. Новости Первоуральск.